Это ангар экспериментальных моделей Автоваза. Первый экспонат ангара это автомобиль Lada 112 Coupé. По сути дела это обычная двенашка, но имеющая другой кузов. Передние двери здесь длиннее, чем у обычного хэтчбека, а задние крылья имеют иную форму. Рядом с этим хэтчбеком находится и еще один яркий хэтчбек. Это проект 1121 или АК-2. От первой АК автомобиль отличается в первую очередь своим кузовом. Он здесь стал гораздо больше и теперь точно должен вмещать четырех человек. Рядом с АК находится автомобиль ВАЗ 2107M. Его, как и АКу, предполагали к серийному производству, но до него дело так и не дошло. В общем, это полностью обычная семерка с иными бамперами и другой светотехникой. Рядом с ней стоит автомобиль Lada Consul, лимузин от Автоваза. Этот автомобиль производили в начале нулевых строго под заказ. Главное отличие от обычной десятки это наличие 45-сантиметровой вставки в кузов и удлиненные на 20 сантиметров задние двери. За счет этого, а также использование большого количества шумоизоляции и кожи, автомобиль стал на 400 килограммов тяжелее. Рядом находится автомобиль Lada Silhouette. Это прототип 2005 года. Это попытка Автоваза составить конкуренцию автомобилям Ford Focus, Renault Megane, Opel Astra. Далее стоит Lada Pony. Электрокар, предназначенный для передвижения отдыхающих по курортным зонам и курортным городкам. Чуть подальше находится экспозиция роторных двигателей ВАЗ, которые предназначались для вертолетов, самолетов, мотоциклов, автомобилей и производились на ВАЗе. Подробный рассказ об этих двигателях есть у меня на канале. В центре ангара находится автомобиль ВАЗ 2101. Это ранний автомобиль, сохранившийся в идеальном состоянии. Именно такой автомобиль в таком виде начали производить на ВАЗе в 1970 году. Далее стоит Lada Golf. Несерийный автомобиль, предназначенный для гольф-клубов. Рядом находится Lada Elf. Облегченный и упрощенный вариант автомобиля АК. Зеленый внедорожник. Это автомобиль-амфибия, построенный на узлах и агрегатах Нивы Lada Reka. Машина может развивать 110 километров в час на суше и 4 километра в час в воде. Рядом стоит концепт без имени. Это автомобиль Nissan Patrol, на который натянули уникальный стеклопластиковый кузов, построенный с использованием деталей от Нивы. Рядом дизайнерская модель без названия на тему будущих автомобилей ВАЗа. Здесь же Lada Samara T3. Реальный раллийный боевой автомобиль с двигателем Porsche. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова